учеба в англии для русских детей в британских классических школах может оказаться совсем непростой не из-за сложности самой учебной программы а из-за недостаточного знания предметной терминологии или как еще говорят академического английского именно поэтому мы часто рекомендуем клиентам компании Мариаде прохождение предварительной подготовки в специализированных учебных заведениях в международных колледжах Англии одним из которых является Бишоп Строу колледж в этом видео Игнат из Украины и Данила из России поделятся своим опытом обучения в этом колледже дадут нам честный отзыв давайте познакомлю вас с ребятами привет друзья хочу познакомить вас с Данилой из Тулы Россия и город Днепр из Украины учиться в колледже Бишоп Строу колледж сейчас перемена после обеда согласились со мной пообщаться на камеру я буду задавать вопросы хорошо что на русском языке ребята будут мне отвечать это ваш первый год вы начали учиться с сентября месяца верно с октября месяца а с октября а ты тоже с октября это уже сколько у вас в общей сложности получилось около семи месяцев около семи месяцев и приехали со слабым английским языком если честно не очень между слабым и средним между слабым и средним и цель поднять уровень английского языка максимально перед тем как перейти уже в другую школу в которой вы будете учиться с другими английскими людьми верно цель такая подготовиться и как ваша подготовка проходит хорошо очень интенсивно интенсивно не только на занятиях наверное после занятий в том числе спорт активитис верно чем вы занимаетесь какие у вас есть клубы шахматы играть ну это обычно активитесь у нас есть на шахматы не надо но обычно просто теперь начинаете дальше спор спор на свежем воздухе даже мяч попинать до в баскетбол поиграть скажите мне а учителя они преподают какие-то конкретные предметы с пониманием того что у некоторых в классе слабый английский язык правильно да тут есть разные уровни классы так вот расскажите то есть есть разные уровни классов и они преподают с разной скоростью и получается что а вас могут перевести с одного уровня на другой уже во время учебного года может такое произойти то есть ты попал в более адванский класс я попал перед самый лучший класс и потом через две недели самый лучший то есть вы начинаете учиться вас ты перед учебой вас тестируют определяет уровень английского языка и в разные параллели в одного возраста нет сколько тебе на 12 не 16 порядком помладше и занятия проходят в маленьких классов в том числе группы до 8 человек мы а вот перед тем как с вами сесть и пообщаться у нас был разговор с директором школы он рассказывал насколько в школе семейная обстановка говорите честно правда в чем это выражается все добрые здесь ты попросишь кого-то о помощи в академическом плане не только не только в академическом плане где мы проживаем можно попросить если у нас курточка грязная можно попросить курточка грязная попросите их постирать и она на следующий день уже будет чистая то есть любые бытовые вопросы вы можете подойти точно так же как дома подойти там мама пришей мне пуговицу здесь все эти вопросы тоже решаются бишопстро колледж это маленькая семейная уютная можно сказать бутиковая школа идеальный вариант для бесстрессовой адаптации перед поступлением уже в классическую школу пансион англии однако у маленьких школ есть свои недостатки которые могут в вашем случае быть принципиальными а могут быть и незначительными обсудим эти нюансы уже во время вашей бесплатной консультации а после просмотра этого интервью в описании под видео пройдите на другие выпуски про бишопстро колледж виртуальный тур 360 по кампусу условия проживания в колледже знакомство с директором с учителями и многое другое там же будут подсказки того как можно связаться с нами чтобы получить свою бесплатную консультацию и помощь с поступлением а взаимоотношения между ребятами конечно хорошие да все добрые все понимают где они как-то все растут она в начальной службы немножко да? в начале надо служить потому что если ты из твоей страны ты приезжаешь но тебе надо как бы почувствовать и выгнуть к британской такой культуре потому что она отличается от русской и какой-то отличается чем? тем что они более как ветреные которые если ты там более они сделали что-то не так они извиняться это разве плохо? да это не плохо, это хорошо но надо привыкнуть к этому то есть улыбчивый, приветливый и всегда отзывчивый тоже можно подойти и попросить о помощи живете вы в комнате с кем? по сколько человек? у тебя ты младший класс у тебя наверное больше в комнате да? спасибо у меня просто тут больше я думаю старших ребят чем младших у меня классная комната как бы middle она так называется у нас в комнате 3 человека со мной у меня в комнате всего максимум 9 человек на нас 9 человек вместе с тобой да из разных стран вы общаетесь на английском языке? ну так получается ага и вот во время всех этих локдаунов просто не хочу использовать эти слова сильно доевшие некоторые поехали домой а вы остались да? да но лично из то есть старших поехал только один человек и то потому что он не поехал на рождественские рождественские каникулы а как вы считаете вот вы остались классно же потому что вы остались в таком баблике как они говорят в комьюнити верно? ну просто на зимние каникулы когда вы выезжаете у вас там 3 недели каникулы и то есть вы приехали ну и 10 дней на каникулы поставили а на эти на пасхальник ну вот сейчас пасхальник да но это бессмысленно каникулы 1 неделя просто чтобы потом 2 недели на каникулы но я говорю не на каникулы поехать домой а вообще учиться онлайн учиться онлайн наверное намного сложнее чем очень верно? потому что есть какая-то с учителем с учителем а вы знали что в Англии больше каникул? и они чаще чем в школах постсоветских стран 6 каникулярных периодов а не 4 3 периода длительных каникул во время которых как правило все детки едут домой и 3 периода по неделе каждый кто-то едет домой а кто-то остается у своих опекунов кстати у нас в Англии своя собственная опекунская компания все опекуны русскоговорящие а если вы пока не знаете наличие опекунов обязательно практически во всех школах Англии и мы дарим своим клиентам целый триместр опекунства в подарок какую функцию выполняет опекун расскажем уже во время вашей бесплатной консультации а пока обратно к мальчишкам а учителя вот у тебя опыт обучения в Туле в какой вообще образовательной какой-то школе учился да? я вообще специализирую я по компьютеру IT какая-то школа ну так или иначе есть разница в том как преподают британской системе образования но у вас пока опыт связан с Бишоп Стром то как преподают в России, на Украине я имею ввиду взаимоотношения между учителем и учеником есть разница? да, ну во-первых потому что больше уделять внимание ну в классе не 30 человек, а 8 разница огромная ты на задней партии не спрячешься да? если домашку не сделал если ты попросишь на помощь тебе помогут а если ты в большую школу то ну не всегда время у тебя есть и могут просто не ответить на вопрос как вы думаете вот ты говоришь что у тебя был такой средненький английский язык если бы ты сразу тебя отправили в английскую школу ты сразу бы съел за одну пару с английскими это не сложно было бы конечно то есть ты не жалеешь что вот эта адаптация через Бишоп Стром Экспириенс не жалеешь? а ты? ну я думаю тебе наверное еще сложнее было бы я извиняюсь что я за тебя отвечаю а потому что ты старше по возрасту и требования к английскому языку выше это я думаю невозможно даже невозможно потому что ну у нас термины английский и английский очень похожи но все равно сложно понять именно контекст английский да то есть если бы не было вот этой дополнительной помощи во время урока в традиционной школе ее бы не было то ты бы сидел и как говорится что делал хлопал ушами ушами понятно ну ладно последний вопрос искренне ожидая от вас ответ можно рекомендовать Бишоп Стром колледж дорогие ребята высокоговорящие конечно да то есть у вас если есть там братья сестры может быть уже двоюродные вы домой приезжаете вас спрашивают родственники рекомендуете? у меня старший брат его тридцать это будет не надо не надо ну если бы был кто-то помладше то рекомендовать ну если бы он захотел бы учиться в церкви то думал очень 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 огромное вам спасибо авторский канал Адиль Ермека все о среднем и высшем зарубежном образовании Study Tube все что нужно знать о зарубежном образовании Travel Tube путешествует по миру вместе с нами и наконец Toki Toki Club учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее и поддаваться все в 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 Продолжение следует...